Здравствуйте, мои несравненные любители пошаговых стратегий. Вчера Firaxis анонсировала дополнение к игре Sidmer's Civilization VI. Дополнение называется Rise and Fall и выйдет 8 февраля. Давайте с вами это дело обсудим. Мне много в комментариях писали, что, мол, никаких дополнений не будет. Не знаю, почему люди так решили. Естественно, Firaxis хочет заработать денег. Это всегда было. И выпускать мини-нации не так прибыльно, все-таки, как дополнение. Тем более, что в дополнении тоже будут нации. Нам обещают 8 новых цивилизаций, 9 лидеров. Если вы можете посчитать, то до выхода дополнения осталось примерно 8 недель. И я уверен, что каждую неделю нам будут анонсировать по одной новой нации, которая будет в этом дополнении. В общем, все как всегда. Прежде давайте я вам расскажу о том, что в этом дополнении будет. Но, во всяком случае, то, о чем рассказали Firaxis. Потому что пока никаких видео, кроме вот этого вступительного ролика, нету. Есть только скриншоты и несколько абзацев текста на официальном сайте Firaxis. Во-первых, гейм-дизайнером дополнения стал Антон Стрэнджер, то бишь Эд Бич. Гейм-дизайнер оригинальной игры оставил свой пост. И я мог бы, наверное, сказать, что его уволили. Но судя по тому, что в Firaxis это постоянно происходит, гейм-дизайнер оригинальной игры один, а у дополнения другой, то это обычная ситуация. Так вот, Антон Стрэнджер говорит, что, во-первых, они хотят усилить динамику. И у цивилизации будет некий параметр влияния, который будет влиять на очертания границ. Более того, у городов будет параметр лояльности. Неужели теперь захватывать границы и территории можно будет не только войной? Кроме того, вот это для меня самое интересное. Я не знаю, как это будет реализовано, но очень похоже на то, что я всегда хотел. В игре появятся некие игровые события или исторические моменты. Эти события будут постоянно проходить в процессе игры, влиять на игровую механику. И за счет этого каждое прохождение будет еще более уникальным. То есть в какой-то поворотный момент вашей цивилизации вот это будет исторический момент происходить. И, видимо, добавлять каких-то бонусов или штрафов. Неизвестно. То есть это пока только слова. Мы не знаем, как это будет выглядеть. Вернется Золотой Век. Правда, при этом еще и Темный Век добавится. Это интересно. Ну, действительно, а почему? Если в каждой цивилизации есть Золотые Века, то бывают и Темные Времена, когда наоборот все останавливается. Ну, вы можете сказать, что вообще-то есть анархия. Возможно, они как раз анархию чем-то заменят этим Темным Веком. Как пишет Фераксис, Золотой Век принесет огромные бонусы к лояльности и другим показателям игры. Но добиться его повторения в будущем будет сложнее. То есть мы пока еще не знаем, как это будет реализовано. Надо ли будет художника для этого сжигать, как был, например, в Пятой Циве. Или как в Четвертой, что, по-моему, было интереснее. В Четвертой вы для Первого Золотого Века должны были сжигать одного великого человека. Для Второго уже двух одновременно. Для Третьего уже трех и так далее. Наступление Темного Века, наоборот, снижает лояльность ваших городов. Но в будущем позволяет легче достичь наступления Золотого Века. Вот так аж. Причем будут даже специальные политические курсы Темного Века. Будет некий легендарный Героический Век. И если Золотой Век дает лишь один бонус устремления, то Героический Век дает сразу три бонуса. В общем, пока это только слова, как это будет реально выглядеть, и как это повлияет на механику, и все еще непонятно. Далее начинает раскрываться понятие эры, в которой находится игрок. Я, помнится, в нескольких обзорах уже об этом говорил, что вот в том месте, где у вас кнопка «Конец хода», там еще сбоку написано, в какой эре находится игрок. И вот в этом дополнении нам обещают, что параметры игры теперь будут сильно привязаны к эре. Определяемой индивидуальным развитием игрока. То есть эры будут как будто это главы книги. Каждая глава имеет свою какую-то сюжетную линию, определенный финал. То есть, видимо, будут какие-то мини-квесты, возможно, во время этой эры. Переходя в новую эру, вы сможете вступить в Золотой или Темный Век. Если у ваших соседей в прошедшую эру был Золотой Век, то в новую может настать Темный, и вы сможете тогда поменять стратегию игры. А ключевой эффект, ключевой эффект вот этих темных и золотых веков состоит в том, что они меняют лояльность городов. И если лояльность вашего города снизилась до определенной отметки, то он просто может уйти из-под вашего правления и сменить владельца. Что же такое лояльность? Ну вот, как пишут сами Фераксис, что в предыдущих играх серии Civilization были пути культурного захвата городов других игроков без военной интервенции. И им показалось, что надо эту механику вернуть. Только в данном случае используется не культура, не туризм. Я напомню, кстати, что в пятой Циви тоже была возможность захватить город туризмом, но по-хорошему это было очень-очень сложно сделать. Здесь вводится какой-то новый, наряду с культурой и туризмом, параметр лояльность. Поддержание лояльности в городе не только сохраняет его на вашей стороне, но и распространяет его лояльность на окружающие города. То есть это что-то вроде общественного мнения. Кроме того, лояльность меняет границы. Видимо, это будет реализовано как культура в четвертой цивилизации, когда вы будете наводить на клетку, и там будет написано, например, что 55% вашей лояльности и 45% лояльности вашего соперника. Лояльность увеличится, больше 50% клетка перейдет к сопернику. Появились губернаторы. Это еще один из способов увеличить лояльность в городе. И это очень похоже на то, что сделано в Европе Универсалис, в Стелларисе. То есть это отдельные какие-то ребята. И губернаторы развивают специализацию городов. У всех губернаторов есть определенный набор бонусов, которыми они влияют на город, куда они назначены. Естественно, их можно из города в город будет перекидывать. Обещают, что до 7 губернаторов игрок может получить. И у каждого еще и дерево развития способностей будет. Механика будет работать так. У нас будут еще какие-то губернаторские очки. И их можно будет потратить либо на найм нового губернатора, либо на апгрейд уже существующих губернаторов. Видимо, вот лояльность и губернаторы будут теми самыми факторами, которые будут сдерживать безудержное расселение в шестой циве. Видимо, каждый новый город будет с меньшей лояльностью. И, соответственно, ставить города без губернаторов будет не так круто, как с ними. Но это пока только мои предположения, как будет на самом деле непонятно. Естественно, у губернаторов будут разные бонусы. И вот непонятно, конечно, как они будут. Если они будут как великие люди наниматься, то есть для всех наций будет одинаковый пул этих самых губернаторов, то это, конечно, будет не очень прикольно, потому что очень быстро все выяснят, какой губернатор классный, какой не очень, а с балансом у Фераксис почему-то до сих пор проблема. Они не умеют делать таких великих людей, которые бы нравились всем в разных ситуациях. Какие-то хороши вот просто тупо всегда, а какие-то плохи всегда. Но это, по-моему, не дело. Создатели космической браузерной глобальной стратегии console.war.ru тоже постоянно работают над своим детищем. Она в раннем доступе. Открытый бета-тест. Перейдите по ссылке в описании. И не забудьте ввести кодовую фразу «Леша играет». Обещают расширение системы союзов. Если раньше дружба и союз в оригинальной игре просто означало, что этот человек на вас нападет, не нападет, извините, не нападет, то в дополнении нам обещают, что союз будет еще и бонусы приносить. Союзы могут быть нескольких типов. Научный, военный, экономический, культурный и религиозный. Что и определяет их цели и выгоды. Пока непонятно, какие конкретно, но чем дольше действует союз, тем сильнее будут бонусы. То есть, в некотором смысле, это, конечно, альтернатива постоянной войне и захвату всех вокруг. Рассказали пока только, как работает научный союз. На первом уровне оба участника получают научные бонусы от торговых путей. Но, опять же, не уточнено, от торговых путей друг к другу или просто от всех торговых путей. Я думаю, от торговых путей друг к другу. На втором уровне к этому еще и добавляется технологическое ускорение в определенный интервал времени. Третий уровень добавляет бонус по науке к той технологии, которую уже открыл ваш союзник. То есть, в некотором смысле, это добавление механики командной игры. Только не сразу, а по уровням. Союзники могут заключать только один тип союза одновременно, но могут менять его в процессе игры. Я так понимаю, тогда и сбросится прокачка этого союза. Появятся критические ситуации. Это, кстати, тоже интересно. Они появляются, когда один из игроков получает сильное преимущество в той или иной области развития. То есть, вместо того, чтобы всей карты, например, объединяться против кого-то, кто вырвался вперед, что вы часто видели в моих ФФА, здесь, скорее, игра будет притормаживать того, кто вырывается вперед. Правда, критические ситуации срабатывают исходя не из демографии, а из каких-то действий. Вот Фераксис приводит пример обращения в свою религию другого священного города или использования ядерного оружия. Вот, например, кто-то использовал ядерное оружие, тогда срабатывает некий триггер и искусственный интеллект выбирает, какие другие игроки могут присоединиться к участию в данной критической ситуации против инициатора. То есть, кто-то скидывает ядерную бомбу и автоматом какие-то игроки начинают уже против него что-то делать. Сразу. То есть, вы не сможете там сказать, я сейчас отсижусь там, попытаюсь не обращать на это внимания. Но, правда, можно выбрать присоединяться или спасать. Присоединившись, можно получить постоянные бонусы. Но только если вы сможете вовремя выполнить специальное задание критической ситуации, направленное против инициатора ситуации. В случае же провала задания бонусы получит держава-инициатор. В принципе, очень-очень неплохо. Мне вот эти нововведения на словах очень даже нравятся. Как вот Фераксис пишет, это своего рода защита баланса игры. Необходимо и сохранить динамичность, и не допустить нечестности в отношении игроков, добившихся лидера и сильного прогресса в развитии. Таким образом, игра как бы добавляет проблем игрокам, чье развитие ушло настолько далеко вперед от остальных, что победа для них уже является совершенным делом. Но при этом не хочется таких игроков наказывать. То есть, получается, ты вырываешься вперед, и тебе начинают палки в колеса вставлять. Так вот, критическая ситуация — это отличный способ победить эту дилемму. Эта ситуация создается, заставляет других игроков делать что-то против лидера, а если они не смогли это сделать, он получает еще больше бонусов, и, собственно, игра заканчивается быстрее. А если они смогли сделать, то игра продолжается. Вопрос, конечно, как это будет сбалансировано опять. Что же такое исторические моменты? Это мини-достижения за выполнение крутых штук. Это так пишет Фераксис в игре. И их будет больше сотни в дополнении. Например, кругосветное плавание, подготовка уникального юнита, основание религии, постройка района с максимальным бонусом соседства и прочее, прочее, прочее. Если вы это сделали первым в мире, то вас ждет еще большая награда. Все эти исторические моменты, собранные вместе, образуют уникальную историю вашей цивилизации. Вот это я давно говорил, что надо сделать. Давно там, например, кого больше всего еды что-то получает, ведет сообщение. То есть все остальные игроки, исходя из этого, видят развитие этой цивилизации. Бонус за кругосветное плавание было еще во многих прошлых цивах. Не знаю, почему это все убралось. Ну и кроме того, исторический момент еще и добавляет очки эпохи, которые помогают быстрее достичь золотого века. Будет еще некая вкладка хронологии, в которой вы сможете наглядно посмотреть всю историю вашей империи. Это не просто интересно, да, прикольно будет, но и если вы возвращаетесь к давнему сейву, вы заодно сможете просмотреть, что там было и вспомнить подзабытую партию. Ну и новые цивилизации, нации, как я и сказал, никто и не думает нам сразу рассказывать, какие именно это будут цивилизации. Ставлю все что угодно на то, что они будут каждую неделю их анонсировать. Единственное, они раскрыли методику, каким образом они выбирают этих новых цивилизаций и лидеров. Они отвечают на три вопроса. Этот регион планеты представлен в игре? Это первый вопрос. Второй. Этот исторический период охвачен? И третий вопрос. Это уже встречалось в прошлых сериях цивилизации или это нечто совершенно новое? В общем, пока это все, что нам описали из нового дополнения, хотя в новости было добавлено, что это лишь малая часть из того, что вас ждет в Civilization 6 Rise and Fall. Есть еще много нововведений, которыми нам не терпится поделиться с вами до выхода дополнения 8 февраля 2018 года. Конец цитаты. Что я хочу сказать? Ну, во-первых, уже дополнение можно предзаказать. Стоит оно 1000 рублей в Стиме для русских, для украинцев 450 гривен. Дешевле всего, кстати, для казахов. То есть, если для россиян это примерно 17 долларов, для украинцев примерно 16 с половиной, то для казах 3900 тенге. Это меньше 12 долларов. Самая дешевая, кстати, цена. Для несчастных американцев 30 долларов. Вы вдумайтесь, за дополнение 30 долларов. И европейцам 30 евро. Самое прикол, что дороже всех полякам стоит. 130 злотых. Так вот, я почему-то не сомневаюсь, что дополнение будет неплохим. Я уже понял, что Firaxis, похоже, специально выпускают недоделанные оригинальные игры, чтобы их доводить до ума именно дополнениями. И мне вот тут уже прислали ссылку на сайт Еврогеймер, где дизайнер, геймдизайнер этого дополнения, Антон Стрэнджер, так прямо и говорит. Я уже переведу на русский, если вы не возражаете. Да, я подтверждаю, что все в студии здесь, в Firaxis, всю нашу любовь, нашу страсть и наши возможности вкладываем в дополнение. То есть прям прямым текстом. Дополнение ко второму XCOM было отличное. То есть преобразило игру полностью. И самое в этом плохое, то что я уверен, что вот эти все механики были в игру вставлены изначально. Это я еще заметил, начиная с Beyond Earth. Когда я занимался разбором игры, когда вот оригинальный Sid Meier's Civilization Beyond Earth вышел, там было много вещей, которых нету в игре, но они сохранились в арте, в механиках, и потом они появились в дополнении в дальнейшем. То есть я уверен, что игра изначально разработана, и в какой-то момент из нее вырезают механики, которые потом будут добавлены в дополнение. Естественно, там могут что-то еще додумать. Это понятно, что не прям вот они все придумали, и просто им осталось это все вставить. Вот это грустно, вот это мне такой подход не очень нравится. С другой стороны, это намного приятнее, чем то, что происходит в разных шутерах, где людей просто разводят на деньги с помощью лутбоксов, когда ты платишь, по-моему, большие деньги за оригинальную игру, а потом еще, еще больше денег просто за то, чтобы тебе выпал какой-то интересный предмет, а он может и не выпасть. То есть ты реально какой-то лохотрон-казино. В пошаговых стратегиях такого, слава богу, нету, и просто надо смириться с тем, что у Фераксис хорошая игра получается просто после дополнения, вот и все. И еще, что меня смущает, это медленная работа с патчами. Ладно, вы вот так игру режете, но вы хотя бы то, что выпускаете, доводите до ума нормальными темпами. Вот это меня беспокоит после выхода дополнения. Будет ли возможно вообще в шестую циву выиграть? Может они опять мультиплеер поломают, как уже было со всякими дополнениями к пятой циве? И, например, в той же шестой, когда игра вышла, в сети было проще играть, чем сейчас, потому что сейчас много больше всяких проблем возникает, когда вы собираете партии. Так что, в плане интересности, я уверен, что дополнение будет неплохим. Несмотря на то, что я особо еще ничего не видел, а вижу только цацанки-абецанки, как по-белорусской говорится. А, ну и, естественно, еще искусственный интеллект в сольных играх вряд ли научится действовать осмысленно. Этого я тоже не жду от дополнения. Тем не менее, анонс неплохой. Ваши мнения я жду в комментариях. А еще жду ваши предположения, какие восемь наций добавят в этом дополнение. Лидеров угадывать здесь, мне кажется, неинтересно, а вот с нациями вполне можно попробовать. Мой вариант. Турция, ну, в каком-либо виде, не знаю, как это будет, Атаманская империя, блистательная порта, в общем, в любом случае, Турция. Израиль, я его давно жду в ЦИИ, Кельты, Армяне, Монголы, Инки, Карфаген и Майя. И не забудьте заглянуть на consoleworld.ru. Играйте в умные игры, вы слышали Лешу Халецкого. Всем пока. Спасибо, что засорили до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.